В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о здоровье и как вовремя выявить риски. В гостях у нас заведующая региональным центром общественного здоровья Лидия Амзоровна Бароева и заведующая центром здоровья Екатерина Александровна Хмельницкая. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Екатерина Александровна, весна пришла. А что такое весна? Это всегда какие-то хронические заболевания, жалуемся на упадок сил. В моём окружении как-то вот в этом году почему-то стали чаще жаловаться, что этих сил особенно не хватает, а здоровье особенно подводит. Это с чем-то связано или это сезонное? Ну, вообще, это сезонная история, то есть обычная на весну, да, после зимы, как выводится, то есть организм истощён, то есть мы недополучаем того же солнечного света, тех же микроэлементов, витаминов. Плюс всегда осенний, зимний, весенний период – это период инфекционных заболеваний, простудных, поэтому, конечно, организм истощён. Ну, плюс ещё наша любимая пандемия, да, то есть, конечно, тоже дала, ну, скажем так, внесла свой фактор в то, что люди наиболее чувствительны стали, потому что, ну, и после заболевания у людей чаще, ну, как уже отмечаем, мы можем это наблюдать, снижается иммунитет общий. Плюс ещё всё-таки период изоляции сказался, люди не занимались, не ходили, не гуляли, спортом не занимались, ну, и, соответственно, то есть и плюс нервно-психическое истощение, напряжение привело к истощению. То есть так бывает, да, оказывается, всё-таки нам нужно выходить, гулять, дышать? Конечно, обязательно, наш организм требует и движения, и прогулок, и свежего воздуха, то есть и психоэмоциональное состояние очень серьёзно отражается на общем здоровье человека. Мы же, ну, очень сложная биологическая система, поэтому всё взаимосвязано. Нельзя взять что-то, выбросить, а что-то, ну, сказать, только вот это влияет, либо только вот это, то есть всё в сочетании. А мне всегда казалось, что, ну, посидим дома, посмотрим, длиннём, отдохнём, да, нет, получается, что не так. Отдых – это смена деятельности, всегда. То есть если посидели, чтобы отдохнуть, нужно поактивничать. Лидия Амзоровна, мне наш организм напоминает машину. Ну, это вот почему-то моё такое представление о нас, да, самих. И свою машину, например, я традиционно весной, ну, не я, муж мой, понятно, на всём не менее, традиционно она везётся куда-то в обслуживание, проводится какая-то диагностика, ну, технические моменты, не будем в них углубляться. Но человеческому организму, если уж эта машина, нужна какая-то диагностика или нет? Конечно. У меня, между прочим, тоже такие ассоциации возникают, связанные с машиной, мотор машины с сердцем, ну, как-то вот так. Конечно, безусловно, это необходимо. И наша страна даёт возможность каждому своему жителю, каждому своему гражданину пройти профилактические обследования. То есть это проект большой, диспансеризация населения, которая проходит по определённой программе для каждого возраста. Периодичность там определена, ну, до 39 лет раз в 3 года, после 40 лет ежегодно. Сюда же относится профилактический осмотр, тоже который каждый человек может пройти абсолютно бесплатно, по полюсу ежегодно. И сюда же относятся обследования в Центре здоровья. Это вот три, можно сказать, таких возможности проверить состояние своего организма, функции системы организма, своевременно выявить какие-то риски, какие-то отклонения. Очень важно то, что все эти три проекта нацелены на выявление факторов риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний. То есть тех заболеваний, которые у нас и, ну, приводят, ну, стоят как причина смертности на первых местах, это сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, ну, и, конечно, далее идут травмы, там, внешние причины, это уже несколько другие факторы на это влияют. Но вот здесь эти три проекта направлены именно вот на выявление и факторов риска, и начальных стадий этих заболеваний. Поэтому делать это надо обязательно. Это ответственность каждого человека. Никто, в общем-то, государство дало возможность, но за руку не возьмет и не поведет. Ни в центр здоровья, ни в поликлинику. То есть каждый человек должен осознанно относиться к состоянию своего здоровья, ценность его определить для себя, и воспитывать это у своих детей, что очень важно. А с какого возраста нужно начинать вот уже так собой заниматься? Заниматься нужно вообще глобально, да, с подготовки к рождению. Ну, если в детском возрасте эту ответственность несут родители за ребёнка, то есть они осуществляют его, как бы, осмотры в детской поликлинике, и вся медобслуживание, то с 18 лет каждый человек это может и должен делать сам. Ну, то есть как бы молоды не были, а тем не менее надо помнить о том, что наступит когда-нибудь период, когда уже не будут молоды. Всё можно предупредить заранее. Екатерина Александровна, как могут помочь Ваши специалисты? Наши специалисты, ну, в своём роде уникальны, потому что у нас идёт оценка уровня здоровья. То есть человек, ну, парадигма в том, чтобы мы выявили уровень здоровья, которого человек имеет на сегодняшний день не заболевания, не болезни, а именно уровня здоровья. То есть насколько человек здоров? Не болен, а здоров, да. То есть, ну, это принципиальная такая, ну, как бы, формулировка, да, в нашем центре, потому что, ну, всё-таки люди привыкли, если я иду к врачу, значит, меня что-то беспокоит. А если меня что-то не беспокоит ничего, то, в принципе, я могу никуда и не ходить. Ну, это в корне не так, и, конечно, то есть, ну, скажем так, это очень такая глубокая точечная работа, да, там, с каждым пациентом. То есть пройдя комплексное обследование, человек получает индивидуальное заключение о состоянии своего здоровья, и специалист даёт индивидуальную консультацию, как это здоровье сохранить, если оно у него на уровне, ну, скажем так, приличном, достаточном, и как его можно улучшить. То есть и даются такие, ну, скажем, рекомендации и по питанию, по физической нагрузке, и если есть показания на вдообследование, ну, то есть такая полномасштабная, ну, скажем, консультация, которая человека уже может сориентировать, куда ему двигаться, в каком направлении. Небольшое резюме подведём. То есть я правильно понимаю, что если я хочу быть здоровой, я могу обратиться в Центр общественного здоровья, в Центр здоровья, и врачи мне помогут пройти определённую, ну, назовём это так, диагностику или какие-то исследования, да, на уровень моего здоровья, насколько я здорова. А там, где будут какие-то болевые точечки, мне на них укажут и скажут, вот здесь надо подправить питание, питаться так-то и так-то, вот здесь нужно заняться физической активностью, да, здесь нужно, может быть, там, не знаю, пропить витаминки какие-то, условно говоря. Нет, ну да, да, конечно. Дадут вам советы. А как эти исследования проводятся? Проводятся, ну, вот в Центре здоровья Екатерина Александровна расскажет, проводятся в Центре общественного здоровья таких, такого функционала нет, поэтому в основном... Екатерина Александровна. Обследование проводится, то есть в Центре здоровья, то есть было определено, да, функционируют они уже более 10 лет, в Центре здоровья, то есть, и, ну, скажем так, наше правительство, да, точечно выделило тот спектр обследований, который будет включен в это комплексное обследование. То есть человек, приходя в Центр здоровья, ну, скажем так, диагностика, занимаем в среднем, там, 40-50 минут, плюс консультация специалиста. Он поэтапно у нас проходит все обследования на всем оборудованием, которое есть, и врач уже делает заключение и дает рекомендации. То есть это и обследование сердца, это и дыхательность системы. И очень интересное обследование биомпедансиметрии – это исследование состава тела, то есть сколько в организме жидкости, сколько жировой массы, сколько мышечной массы. Но это не та история, как на умных весах. Нет, 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 нет. То есть там всё серьёзно, да? То есть если, ну, по весам, как бы, там тоже есть, да, доля, ну, правильности и серьёзности, но всё-таки здесь, ну, проводится импульс прямо через электроды, человек лежит в правильном положении, то есть тоже очень важно. Вот исследование сахара на крови и холестерина. И плюс ещё входит обязательно осмотр стоматолога, гигиениста стоматологического, который может указать, ну, скажем так, на проблемные, да, моменты в полости рта. То, что всё-таки, ну, как бы, желудочно-кишечный тракт, да, у нас начинается в ротовой полости. Вот. Вот. И ещё проводится обязательно у нас исследование адаптационных резервов организма. Ну, скажем так, выявляется уровень тревожности, стресса, то есть как человек на какие, скажем, ситуации реагирует, потому что, ну, это тоже очень важный аспект. И при необходимости у нас есть, скажем так, ресурс, куда человека отправить. Вот, это очень важно. Да, то есть у нас целый есть центр, ну, психотерапии, который занимается, скажем так, психическим здоровьем человека. А как эта тревожность определяется? Ну, мне просто интересно. Ну, есть специальная программа, то есть программа называется, там, истоки здоровья. То есть человек проходит определённый тест, да, тестирование, там оно из трёх этапов состоит. Ну, вот, как и ответы на вопросы поставленные, так и, ну, там, на реакцию. Ну, то есть это такой комплекс, ну, скажем, функциональный комплекс, который человек проходит, вот, и уже можно сделать. Плюс у нас в обследовании сердца обязательно тоже показывается, ну, напряжение сердечно-сосудистой системы именно через нервную систему. То есть это кардиотипирование, оно вообще изначально было создано для диагностики космонавтов. Мы когда были в Москве на выставке, то есть нам, ну, рассказывали, что вот это обследование, оно было, ну, что вот приходит космонавт, да, то есть и быстро нужно пообследовать, посмотреть и оценить, можно ему сегодня там на вертушку, либо нет. То есть и вот эти, ну, новейшие в то время разработки были внедрены в Центры здоровья. До чего техника дошла, так и хочется сказать, да. Лидия Амзоровна, о состоянии, такой вопрос на рассуждение, о состоянии здоровья жителей Приморья, что можно сегодня сказать? Мы здоровый регион, мы нездоровый регион. Может быть, есть какие-то у нас в численном масштабе каком-то хронические заболевания, которые присущи нам, вот что-то такое? Ну, таких именно присущих для жителей именно Приморского края, наверное, из хронических неинфекционных заболеваний нельзя выделить. Мы как бы в общей статистике присутствуем с этими заболеваниями. Ну, по инфекциям, да, у нас есть вот клещевой энцефалит, наша такая родная инфекция. А, да? Да, это вот в других регионах там энцефалиты тоже клещевые, но они вызываются другим возбудителем. Ну, это инфекция. Что касается хронических неинфекционных, то ситуация у нас здесь выявляется, ну, статистически она выявляется по итогам диспансеризации, которые ежемесячно проводятся, и статистика выводится ежемесячная. И по, естественно, приемам, по обращениям людей. Вот. Ну, надо сказать, что в рамках диспансеризации, как бы к ней люди не относились, потому что многие люди имеют свое собственное, ну, как бы ощущение от посещения, может быть, или, как бы, пользуются мнением других, что там, может, не очень важно и не очень, как бы, им понравилось. Но каждый год в диспансеризации выявляются новые заболевания. То есть те заболевания, о которых человек до того, как он пришел на диспансеризацию, он об этом не знал. Это вновь выявленные заболевания. Присутствуют в статистике каждый год, ну, в течение года регулярно. И надо особое внимание обратить на скрининг онкологических заболеваний. Сейчас этому уделяется очень большое внимание. Задача выявить на ранних стадиях. Но поскольку выявлено на ранней стадии такое заболевание, оно поддаётся хорошо эффективному лечению и, как бы, срок жизни не сокращает человека. Это вот задача такого скрининга в диспансеризации присутствует. Ну, а выводы о состоянии здоровья, они делаются ежегодно по результатам года, сравниваются предшествующие годы, там, за какой-то трёх-пятилетний период. Ну, в принципе, таких скачкообразных моментов нет. Хотя сейчас, как бы, ожидается некоторое, прогнозируются некоторые изменения, потому что в течение прошлого года люди не могли часто, ну, планово обратиться с какими-то... Были отложенные обращения, которые привели, тоже вот могут привести, ну, как бы, к утяжелению заболевания. И сейчас мы, как бы, прогнозируем, что в течение этого года будет выявляемость выше, чем в предыдущем году. Дай бог, чтобы этого, конечно, не произошло. Ну, со знаком плюс пусть будет. Надо же узнать о своей болезни и потом уже с ней, как бы, лечить. А вот этот самый скрининг, который помогает определить онкозаболевание, он как проводится, это тоже аппараты какие-то... Нет, это обследование. Ну, это, например, вот, кал на скрытую кровь, это маммография, которая в определенные периоды по программе для каждого возраста проводится. Это осмотры на визуальные формы рака, это также стоматолог осматривает кожные покровы, это обследование гинекологические, там тоже есть мазки определенные для выявления. Все это вместе, оно, как бы, вот, дает информацию об этих заболеваниях. Задача скрининга – просеять как можно большее количество людей на диспансеризацию. Чем больше людей приходит, тем больше вероятность найти, вот, в большом числе людей, ну, тех, у кого их, конечно, немного, но возможность их высеять оттуда, она, как бы, увеличивается. Екатерина Александровна, я же правильно понимаю, что сейчас мы проговорили про диспансеризацию, выявление, вот, то, о чем мы с вами говорим, да, выявление каких-то рисков – это не диспансеризация, да? Нет. И это не постановка диагноза? Нет. А что это? Это выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. То есть существуют факторы риска, то есть такие, там, допустим, как, ну, не знаю, там, гиперхолестериномия, то есть повышение общего холестерина, да, то есть это фактор риска, который может привести к развитию сердечно-сосудистого заболевания, атеросклеротических изменений в сосуде. То есть и врач, как бы, ну, в комплексе, почему оно комплексное называется, что один какой-то фактор риска, второй, третий, то есть и врач может уже сделать, ну, скажем, такой прогноз, да, что может у человека, там, ближайшие 5-10 лет образоваться, если он будет вести тот же образ жизни, который он ведет на момент обследования. Вот, то есть фактор риска все-таки это, скажем так, это внешние, внутренние такие триггерные, да, моменты, которые могут спровоцировать развитие какого-либо заболевания. Мне вот только интересно, как же это определяется, как вот, так как в яблоке, наверное, появляется какая-то чёрная точка, потом она разрастается, так же и в нашем организме, а как врачи её находят? Ну, для этого мы учимся очень много, то есть, как ещё, да, хирурги, наши отцы, скажем так, пропедевтики всегда говорили, что, в принципе, грамотный врач, то есть по походке, может уже заподозрить какой-то, ну, у человека какую-то проблему, какой-то, ну, не то, что диагноз, но заподозрить отклонение в состоянии здоровья. То есть как человек идёт, как он сел, как он разговаривает, как он с доктором общается, да, то есть, ну, такой, потому что есть субъективный фактор, который человек транслирует врачу, но диагностика, она всё-таки объективна, объективизирована, да, то есть, ну, объективно, то есть, как бы человек там не прыгал и не скакал, да, то есть, ну, есть объективный фактор, который вот показывает, что, ну, как бы дорогой. У нас был случай, вот, прям, женщина пришла к нам на обследование с этими, с помидорами, ну, вот, посадочная работа, пришла, говорит, да, я сейчас пройду обследование и поеду на дачу помидор высаживать. Мы берём, ну, и она такая активная, жизнерадостная, мы берём ей сахар крови, а у неё 15, при норме до 5. Мы говорим, так, давайте присядем, какие помидоры, да, то есть, и женщину, ну, мы вызывали скорую, ну, госпитализировали, потому что, ну, мы ей сказали, вы давайте-ка пройдите, пожалуйста, ну, как бы в поликлинике. Она говорит, нет, я нормально себя чувствую, я поеду на дачу. Ну, пришлось как-то вот убеждать ей всё-таки. Потом она приходила к нам, ну, благодарила, то есть, да, был потом выявлен сахарный диабет второго типа. То есть, женщина и не знала, и не подозревала, и чувствовала себя прекрасно. Я так однажды с гайморитом, пришла с насморком, оказался гайморит. Меня зовут с рентгена, специалист-доктор. Я говорю, бегу-бегу. Он мне говорит, нет, вы уж не бегите, пожалуйста, помедленней. С вашим диагнозом бегать не рекомендуется сейчас. То есть, есть субъективные, есть объективные факторы, против которых, ну, сложно спорить. И врачу, как бы он не хотел, и пациенту. Я знаю, что сейчас проходили исследования среди студентов медицинского университета. Да? Проводились исследования. Центр здоровья проводил. Центр здоровья Екатерина Александровна. Что происходило? Мы проводим. То есть, сейчас мы, ну, как бы вы, ну, мы давно этой формой работы пользуемся, выездной, да. То есть, не когда человек к нам самостоятельно приходит, а когда работодатель, либо, там, директор какого-то учебного заведения, нас приглашают, и мы прямо на территорию выезжаем организации и проводим на месте, на рабочем месте или учебного обследования. То есть, это очень удобно для людей, им не надо никуда выезжать, им не надо никуда ходить. То есть, вот встал с рабочего места, пришел, пообследовался, тут же вернулся. И такую же практику вот с учебным заведением. Сейчас мы взаимодействуем с Тихоокеанским государственным медицинским университетом. Мы обследовали первокурсников, то есть, это новобранцы, скажем так. Вот, очень дети, ну, дети уже, даже не дети, уже взрослые, 18-летние, вот, очень довольны, очень впечатлены, потому что много детей приезжих с края, из других регионов. То есть, и форма, ну, вы и знаете, это такое, ну, скажем, очень удобное для них. И, ну, форма обследования. Обследования, да. Лидия Амзоровна, а нужны ли столь вот молодым людям какие-то обследования? Конечно, нужны, потому что многие заболевания, они вырастают из детства. И потом образ жизни, который ведет человек, он не приводит к нарушению здоровья, там, через месяц или через год, а через определенный промежуток времени, вот этот фактор риска, который у человека имеется, он работает длительные годы, и через определенное время появляются уже симптомы, то есть клиника заболевания. А до этого были нарушения, которые можно выявить при обследовании в центре здоровья, при обследовании во время диспансеризации или профилактического осмотра. Их можно выявить, и с ними уже нужно работать, чтобы вот этот период длительного ведения нездорового образа жизни не привел в дальнейшем к тем последствиям, которые, ну, закономерны. Ну, и в настоящее время, конечно, ведется очень серьезная борьба с курением. Это один из факторов риска, распространенных в различных проявлениях курения табака. Они все время новые появляются. Нельзя сигареты, так, пожалуйста, другие предложения в этом плане. Заширенные. Да, и распространяется миф о том, что это вот убирает какие-то вредности сигареты, что это не вредно. Ну, принципы моды тут включаются. Вот, поэтому вот с этим надо все время работать. И фактор питания, конечно, он у нас тоже имеется. Особенно среди студентов. И среди студентов, и среди детей даже, ну, там вот до диспансеризации, там диспансеризация детского населения проводится тут же. Вот, и это все в дальнейшем приведет, безусловно, если это не корректировать. Поэтому это очень важно и очень нужно. Это миф о том, что я молод, здоров, и мне ничего не нужно. Ты молод, здоров, замечательно. Но это проходит. Но тебе нужно пройти, там вот, проходит, да, причем очень быстро. Но тебе нужно пройти обследование и знать, что ты молод и здоров. Вот вернемся к ассоциации с машиной. Мы же, даже вопроса не возникает, что в этом году я не пойду там к механику посмотреть, как там ходовка или как там что. Я пойду обязательно. А здесь вот, хотя машина ездит, и ничего, признаков нет. А то знаете, какой страх включается, а вдруг там колесо на дороге отлетит, да, где-нибудь будешь ехать, но же нога по дороге не отвалится, не отвалится. Поэтому мы уходим до поры до времени. До поры до времени, да. Опять же, важно, наверное, потому что, как Екатерина Александровна сказала, дети приезжают откуда-то из сел, видимо, с края, где, ну, наверное, медицина не столь, возможно, доступна. Нет, там просто формы работы другие. Там вот если болит, уже пошел. То есть там, ну, с профилактической, ну, центры здоровья у нас всего в крае их 10. Ну, то есть это достаточно, ну, такие крупные города, которые, ну, не все села могут куда-то приехать, дети, ну, в эти же центры здоровья, например. А для себя, то есть если это первокурсники, да, это будущие медики, может быть, они для себя что-то интересное почерпнули из вот таких методик? Не делились какими-то своими впечатлениями ребята? Нет, почему? Они очень бурно всегда обсуждают, выходя, они начинают обсуждать свои результаты обследования, сравнивать, а как у тебя, а вот так у меня, а почему у меня, я же вот занимаюсь спортом, а может, я не тем спортом занимаюсь. Ну, то есть в любом случае, как бы, знаете, это такая вот капля, которая вот что-то в человеке запускает. То есть и человек все-таки, ну, там, молодой, да, там, девушки, молодые парни, они начинают задумываться, да, то есть их мозг начинает включаться, а если у меня вот так, ну-ка, дай-ка я подумаю, почему у меня вот так, а что я могу сделать для того, что, а вот доктор сказала, там, надо то-то, то-то. И всегда у молодых людей, ну, как бы, и у взрослых, вот этот, знаете, такой, ну, у молодежи больше такой азар, так, а если я, допустим, вот месяц не буду там есть чипсы, а как это повлияет? Когда, что будет? Да, а что будет, как бы, то есть вот этот процесс, все равно, как бы, он запускается. И, конечно, то есть, ну, как бы, студенты, так как они, да, то есть работают непосредственно, ну, в перспективе будут работать с этим, со здоровьем людей, и они уже сейчас начинают смотреть, и мы эти обследования стараемся делать ежегодно, то есть отслеживая динамику, как к шестому курсу у них все это меняется дело, и они приносят, там, предыдущего года и этого года, и сравнивают, он такой, а вот у меня, это у меня, вот, поэтому, конечно, ну, процесс запускается в любом случае, то есть такой фокус на себя, на свое здоровье, поэтому, да, я считаю, что и плюс у них еще практика начинается, и мы активно приглашаем студентов участвовать в наших же обследованиях, ну, в других, допустим, коллективах, как практикантов, то есть это тоже очень интересно. Лидия Амзоровна, а чем вот во всей этой истории занимается региональный центр общественного здоровья? Ну, региональный центр общественного здоровья – это такая структура, у которой основные функции – это координация усилий всего общества, направленных на профилактику заболеваний, укрепление здоровья. Это очень большой здесь межведомственный компонент. Ну, вот, например, большая роль сейчас и по нацпроекту, и по нашему региональному проекту укрепления общественного здоровья отводится формированию и внедрению муниципальных программ укрепления общественного здоровья и корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте. Вот, это вот как раз эту всю деятельность, работу координирует и направляет региональный центр общественного здоровья. К тому же мы, ну, региональный центр, он работает в основном на популяционном уровне, то есть пропаганда медицинских знаний, профилактических там мероприятий, профилактики принципов здорового образа жизни на популяционном уровне с использованием средств массовой информации. То есть каждый год у нас проводится информационно-коммуникационная кампания, где и видеодемонстрации, и выступления врачей различных специальностей в региональных и в местных средствах массовой информации, и демонстрация видеороликов на различных, ну, панелях и на улице, и вывешивание, как бы, размещение билбордов, вот таких плакатов, скажем, там разного уровня растяжек, направленных, ну, несущих информацию о здоровье. Ну, и, конечно, очень большая составляющая здесь методическая у этого центра, то есть по обучению. Она направлена, конечно, в первую очередь на медицинских работников, поскольку эту информацию о том, как проводить профилактическую работу, как информировать людей на своем рабочем месте, этому надо периодически повторять, поскольку, ну, оно уходит немного из внимания врачей, которые оказывают помощь пациенту, пришедшему, ну, с какой-то болезнью, да, вот он на болезнь направлен, а профилактические мероприятия выяснить его образ жизни, откорректировать его, дать конкретные советы именно этому человеку, то есть это вот методическая функция наша. Мы проводим вебинары каждую неделю вообще. Да, довольно часто расписаны, да, у нас все вебинары по разной тематике для всех медицинских работников Приморского края. Вы такие, как наставники? Ну, скажем, методическое сопровождение. Наставничество, оно работает в каждом учреждении отдельно, там как бы своя история. А у нас методическое сопровождение именно профилактической деятельности врача, ну, любой специальности. Но сегодня Центры общественного здоровья, они же по всей России создаются. Да, это идет по нацпроекту, который в демографии. Проект называется «Укрепление общественного здоровья». Его основная задача – формирование мотивации у населения к ведению здорового образа жизни. Ну, и в этом плане очень важны, конечно, различные популяционные мероприятия, такие, как вот, например, мы проводили всероссийскую акцию «10 тысяч шагов» по инициативе Лиги здоровья нации. Она проводилась во всех регионах. В этом году она вообще очень активно по России прошла. Привлечено большое количество людей в Приморском крае. Наверное, на порядке активнее, чем в прошлом году. Население вышло в каждом муниципалитете. Прошла очень большую поддержку. Мы проводили это при поддержке, конечно, Министерства здравоохранения. Наши у нас сложились партнерские отношения. Новые партнеры в этом отношении у нас определились. Ну, в общем, вот такая работа. Екатерина Александровна, уже будем завершать немножко наш разговор. Хочу напомнить. Вот эти исследования, которые проводятся на состояние нашего здоровья, подчеркну, они сейчас есть мобильные бригады, которые выезжают, могут приехать в коллектив. Все это сделать бесплатно? Да, по полюсу УМС, конечно. Специалисты Центра здоровья выезжают на место требуемым. То есть мы идем к вам. И проводят обследование. Весь тот же самый комплекс обследования, что стационарно, что выездно. То есть он не отличается абсолютно ничем. И проводя обследование, дается заключение, та же консультация. И все это в рамках полиса УМС. То есть и в коллектив можно приехать, и самому прийти? Ну, на сегодняшний день мы работу именно организовали выездную. Выездную. Выездная, да. В преимущественности у нас в приоритете. Так как прийти, ну, у нас не совсем сейчас есть куда. Да, сейчас пока еще времена пандемии. У нас времена пандемии, да. То есть и здание наше было переоборудовано под амбулаторно-инфекционный центр. Поэтому... Подождем чуть-чуть. Подождем. Да, а можно пригласить в коллектив? Нет, то есть ждать не надо, надо ехать в коллектив. И приглашать к себе. Лидия Амзоровна, проговорили, что все это делается для того, чтобы люди были ориентированы на здоровый образ жизни. К Екатерине Александровне тоже этот вопрос к вам обеим. Есть ли вектор какой-то сегодня? Сменился ли в сторону ведения здорового образа жизни? Да, среди населения значимость здорового образа жизни, она возросла. Это определяется по опросам, которые проводятся. И как бы все больше в процентном отношении людей относятся положительно ко всем принципам, рекомендуемым здорового образа жизни. То есть люди хотят быть здоровы, понимают, что это необходимо им. Ну, и как бы двигаются в этом отношении Екатерина. Да, фокус сместился однозначно. Однозначно сместился даже по количеству обращений, можно судить. Центры здоровья, когда они организовывались 10 лет назад и сейчас. То есть какие у нас, да, скажем так, количество посещений. Люди ходят каждый год, они интересуются. То есть, ну, и в принципе, наметился такой положительный зожный тренд, да, скажем. То есть, ну, это сейчас действительно как бы, ну, это модно на сегодняшний день. То есть даже веяние моды, то есть открываешь Инстаграм, все худеют, все там что-то приседают. То есть это очень-очень активно. И это здорово, что, ну, это вот такие, знаете, скажем, люди, да, которые действительно за то, чтобы оздоровление происходило, ну, как бы нации в общем, общество. Вот. И даже взять наш проект «Прогулка с врачом», то есть когда 8 лет назад она организовывалась, то есть ходили там 3 человека, стеснялись. А сегодня вот взять акцию «10 тысяч шагов», то есть куча людей с палками скандинавскими. То есть раньше это было просто идёт вдоль дороги, ну, так странненько. Ну, люди реагировали. А сейчас это норма жизни, то есть и это здорово. Я считаю, что это прекрасно. И надо, чтобы этот тренд нарастал. Вот такой, кажется. Да будет так, да, будем все здоровы. Спасибо вам, приходите к нам ещё. Будем говорить ещё о нашем здоровье и о том, как оздоровить население Приморья. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о нашем здоровье и как вовремя выявить риски. В гостях у нас были заведующая региональным центром общественного здоровья Лидия Амзоровна-Бароева и заведующая центром здоровья Екатерина Александровна Хмельницкая. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова